Чем заняться на самоизоляции? Рассказ. Андрей в сто пятьсотый раз обвел глазами комнату. На этот раз ему попался на глаза блокнот, и он остановился на нем взглядом с каким-то новым нездоровым интересом. В восстановившемся взгляде язычком адского пламени мелькнула новая идея. Да, пора уже браться за дело системно, с умом, пока он еще оставался. Телевизор продолжал бухтеть сводки из разных стран и правила самоизоляции и прочую фигню. Итак, Андрей начал записывать плюсы и минусы своей вынужденной дислокации. Из явных плюсов. Не нужно ходить на работу. Второе. Весенняя погода менее депрессивна, чем осень или зима. Третье. У меня... Тут ход его мысли оборвался и автоматически, не спрашивая, переключился на минусы. Первое. Фильмы пересмотрены. Второе. Чтение книг прервалось по причине пункта три. Пункт три. Хочу есть. Пункт три недвусмысленно был связан с пунктом четыре. Деньги. Деньги исчезали со скоростью последней воды в ванной, оставляя у крестообразного отверстия и вынутой пробки только клочки пены. Позвенев пеной в кармане, не вынимая ее для ревизии, перешел к следующей странице и стал набрасывать список вариантов занятий. Слово «удаленка» упорно лезло из всех щелей. Из телевизора, компьютера, смартфона. Хорошо быть на удаленке каким-нибудь советником по какой-нибудь безопасности. Раз в день двинул идею запретить, усилить, обеспечить и до завтра. А может и до понедельника. Андрей вернул взгляд с потолка по замысловатой кривой, описавшей комнату, окно, дверь, коридор, туалет, на кухню и снова уставился на список. Список с самого начала показал свой бредовый характер. Андрей намеревался вписать все, что придет в голову, а потом методично и аргументированно вычеркнуть то, что покажется неприемлемым, неисполнимым или пока неприемлемым. Удаленная работа, писательство, музыка, женитьба, блогерство, шпионаж. Да тьфу ты, черт, придет же такое в голову. Однако слово «женитьба» рикошетом вернуло слово «секс». Разогнав рукой розовый туман производных мыслей, в основном графических, а не текстовых, Андрей оттянул резинку трусов и поздоровался. Конечно же, мысленно последовал ответ. «Здравствуйте! Я ваш Андрей Андреевич, 39 лет, горнопроходчик, временно безработный». Резинка звонко хлопнула по животу, отправив через теннисную сетку ответный мяч. А смысл? Раньше надо было думать. Сейчас бы изолировались вместе. Но за прошедшие годы ни одна кандидатка так и не выразила радостного согласия изолироваться с Андреем, с его пивом и незастиленным диваном. А самому добровольно изолироваться с бомжеватой рандомной спутницей Андрею не хотелось. Он тешил свое эго претензиями на что-то несколько более интересное. Во всяком случае, досуг в трусах с пивом не был его самоцелью, а только эпизодическим способом расслабления и отдыха. На скорую руку учиться программированию под руководством полуграмотных гуру было перспективой не из лучших и уж точно не из скорострельных с быстрым вливанием в продуктивную деятельность. Другой вариант. Писать тексты на заказ. Для кого? Для жадных и придурочных заказчиков, готовых раскошелиться аж на 50 или 500 рублей, если твое творение окажется размером с полтома про Гарри Поттера, да еще с продающим подтекстом, с грамотно расставленными ключевыми словами, уникальным на 100%, с незасвеченным нигде в мировой литературе сюжетом, короче, в топку. Ютуб? Но там, как и в других соцсетях, для удовлетворительного старта нужно вкладываться финансово или переселяться на грани идиотизма. А зачем тогда деньги после этого? Деньги невидимыми струйками утекали к авторам новостей про армады НЛО на орбите МКС и планам Америки по освоению полезных ископаемых обратной стороны Луны. Андрей добавил в список пункт «Журналистика» и вычеркнул из списка несколько пунктов, внесенных ранее. Открыл банку тушенки, достал вчера сваренную гречку, все смешал и разложил на сковороде. Он не допускал мысли, что это можно разогреть в микроволновке. Понимание того, как работало вращающееся переменное магнитное поле в микроволновке, не позволяло ему ставить в нее длинный ряд продуктов и блюд. Блуждающие в кружке чая электрические токи превращали чай в омерзительную мутную баланду, состоящую из обрывков молекул витаминов, клочев, углеводов, и продолжать называть это чаем после микроволновки было уже невозможно. Неожиданно слово «секс» вытянуло из недр подсознания ассоциацию «мания». Может стать маньяком? Забавный вариант, но стрёмный по ряду причин. Поймают? Да. Рано или поздно, скорее всего, поймают. Но не это отвращало. Просто заходить на территорию маньяков, насильников и потрошителей Андрею критически не хотелось. Это было не его. Это добровольная деградация. А может просто сойти с ума? Так он почти этим и занимался первые два месяца карантина. Читал и слушал аудиокниги, до которых никогда не добирался во времена трудовой занятости. Но из всего этого его постоянно выдергивали звонки, писк оповещений, новости и фейки, сыпавшиеся из телевизора и новостных порталов наравне с новыми указанными налогами и советами Малышевой. От идеи сумасшествия он почти с радостью вернулся к идее маньячества. Можно же тихо и спокойно маньячить и без липких, визжащих жертв. И направился в сторону кладовки. Первым из кладовки попросился в цветмет старый аккумулятор от Нивы. Увернуться от банки с остатками краски не удалось, но краска, оставшаяся от покраски балкона, успела давно самоизолироваться толстым резиноподобным слоем. Банка миновала голову, но долбанула по позвоночнику и укатилась под диван. Включив свет, новоспеченный маньяк достал банку, совершил короткий экскурс на кухню, балкон и заметил, что в окнах соседней пятиэтажки тоже засветились окна, и начиналась новая вечерняя порция сериала. Гречка раздалось с кухней. Это сквозняк донес с кухни аромат забытой жаровни. Конфорка была включена на самый минимум и только поэтому не нанесла сокрушительного удара по ужину. Приготовив нож для отскребания зажаренной гречки и свинины, которая в свою очередь зажарилась до степени готовности между дичь и сожжено до готовности, Андрей оставил сковороду остывать до приемлемой жгучести и выудил из кладовой стопку справочников по геологии, минералам и подзорную трубу. На дне встроенного шкафа пылился также видеомагнитофон и россыпь кассет. Извлекать пыльный окай желания не было, но пробежаться по наклейкам кассет от этого было невозможно удержаться. Проказник из психушки, вожди Атлантиды, полицейская академия. Это почти что я, ухмыльнулся обладатель раритетов, вернувшись к названию первой кассеты. Может все же завести себе канал сексотерапевта и начать раздавать рекомендации? Отложив эту идею на подумать перед сном, он погасил свет, выдрузил трубу на стопку книг и попробовал познакомиться с жизнью муравьиной фермы, расположенной напротив своей. Как и ожидалось, организмы в окнах разной степени занавешенности были заняты делами, не сильно отличавшимися от его собственных. Сидели на кухнях, пялились в телевизоры, смартфоны, беззвучно тыкали пальцами в экран новостей, разводили руками, театрально поворачивались к своим собеседникам, опять тыкали в телевизор, крутили у виска, отлучались в туалет, к холодильнику, возвращались с новыми тарелками, пивом, семечками и щелкали каналами дальше. Кто жил в крайне угловой квартире на пятом, понять было невозможно. Это окно было сильно под углом, и в нем висела темным пятном боксерская груша, иногда мелькали пухлые красные перчатки, кто-то поддерживал спортивную форму или готовился к следующему уровню пандемии. О том, как будет выглядеть недалекое будущее, шли неугасающие споры с явным преимуществом на стороне пессимистов, то есть хорошо осведомленных оптимистов, ванговавших, что по аналогии с Новым Орлеаном, закаменные джунгли, банды мародеров и продолжение безумного Макса. Встретились как-то пессимист и черный оптимист. Пессимист ушел в подавленном настроении, припомнил свой старый авторский анекдот Андрей и на мгновение застыл. «Может, я уже на пути к сумасшествию?» И когда я начал двигаться по этому пути? Этому анекдоту уже лет пятнадцать, а на самоизоляции я всего лишь месяц с мелочью. Бабуля с балкона кидала хлебные крошки воробьям. К воробьям подтянулись голуби, и в ход пошло что-то похожее на комки плотной каши. В соседнем огне дама в хозяйственных перчатках надраивала газовую плиту чистящим порошком, потом долго рассматривала ногти, говорила у окна по телефону, разглядывая облака. Видимо, разговор шел о погоде. Зажегся свет в окне, где раньше был только слабый отцвет телеэкрана. В окне появилась девица с медицинскими масками, туалетной бумагой и фломастерами. Из одежды на обитательнице этой части человеческого аквариума было подобие купальника. Ложив принесенное добро около ноутбука, и то и дело на него оглядываясь, она исчезла и вернулась со стремянкой, затем долго и неуклюже возилась с фотоштативом. Комната превращалась в фотостудию. А когда размотанная бумага начала образовывать подобие шатра, при непосредственном участии люстры, стремянки и скотча Андрей позабыл о существовании других объектов наблюдения. Рука потянулась под стол к двухлитровой емкости с пивом. Самое время было отобрать аудиторию у дома-2, но придумывать, как прикрепить веб-камеру к подзорной трубе было уже некогда. Следующий подход блогерша, эта мысль определилась как-то сама собой, без мозговых напряжений, или инстаграмерша, появилась около стремянки уже в манте из туалетной бумаги на плечах и в короне из Бургер Кинга. По ходу дела к плечам бумага крепилась скотчем. Повертевшись перед камерой, она довольно надолго залипла в ноутбук. За это время маньячный наблюдатель, уже изрядно войдя во вкус занятия, расправился с сковородой, пивом, посетил туалет, вымыл руки от кладовочной пыли и вернулся на свой пост. Еще минут десять блогерша чудила что-то азартное с фломастерами в руках около ноутбука. Затем начала примерять разрисованные маски, причем не только на лицо, причем не просто перед камерой. В ход снова пошла стремянка, и теперь стало видно, что колено ноги обмотаны бумагой, изображающей высокие белые сапоги. Королева Зева Плюс влезла на стремянку, вытянула руку вверх и вперед, изображающей, по-видимому, вперед, мои храбрые гвардейцы. — Жезла тебе не хватает, — прокомментировал Андрей, с хрустом разорвал пакет с овсяным печеньем. Блогерша совет как будто услышала. Через несколько минут водружение на стремянку повторилось, а в руке уже был импровизированный жезл из куска пластиковой швабры и новогодней мишуры. Судя по всему, первые кадры с жезлом удались. Идея на данном этапе себя исчерпала, и королева, не снимая мантии, уселась с чаем перед экраном. Она долго стучала по клавишам, эмоционально общалась на камеру между круассанами, затем метнулась из комнаты и начала примеривать внушительный кусок материи, похожего на черный бархат или покрывало. Последовала следующая сцена онлайна в образах. Глава семейства Адамс, монашка, вампирша, гейша, ну и что-то типа «я черный плащ». Но, как Андрей и догадывался, высокое искусство требует высоты, и в окне через улицу вновь неслышно заскрипела стремянка. Летучая мышь снова возносилась к люстре, кажется, еще что-то напевая или декламируя. Андрей так втянулся в экшен, что поймал себя на мысли, что хочет подсказать еще образ для позирования, но покрывало, скрыващее под собой жаждущую славы тощую эротику, дернулось, стремянка закачалась, летучая мышь сделала невероятно артистичный взмах крыльями. Короче, стремянка улетела в угол за компьютерный стол, а черный ангел с печальным лицом, зависнув в окне на мгновение, дозволенное земной гравитацией, рухнул в чистилище. Андрей подскочил вверх к открытой форточке и изо всех сил, на какие был только способен, протяжно протрубил на всю улицу. ДУРА! Затем вернулся за стол, потер лоб ладонью и заглянул в окуляр снова. Никого. Ничего. Он притаил дыхание и вдохнул снова, только тогда, когда почувствовал, что медленно прокусывает себе губу. Окно превратилось в стоп-кадр. А если убилась? Одна она там, или может кто-нибудь еще есть в квартире? Однако никто не появлялся. Вызвать ей скорую? Тогда как все объяснить? Прошло еще минут пять. Никого. Ну и? Одни убиваются со скейтом об стену, а это с покрывалом и зонтом об пол. Что могло случиться? Вариант один. Потеря сознания от удара. Второе. Перелом позвоночника. Или просто перелом. Может позвонить и сказать, что звала на помощь из окна, а потом санитары пусть сами разбираются? А догадаются взломать дверь, если никто не откроет? Могут и не поверить. А может она в коме? Сколько идиотов. Одни сухим льдом задохнулись, другие вот-вот задохнутся гелием из шариков. Никакой соображалки. Ну даже если гелий нейтрален и не ядовит, это же не значит, что летальный исход невозможен. Вас просто убьет не предмет химия, а физиология, только и всего. Андрей открыл окно и высунулся по пояс, глядя то в одну, то в другую сторону. Внизу чирикали воробьи на кустах, виднелись редкие прохожие, редкие автомобили. На грани видимости в самом конце улицы сверкали проблесковые маячки. Полиция или скорая? По какому они там поводу? К кому? Из-за угла медленно вывернул пожарный ЗИЛ, но также без суеты и мигалок проследовал куда-то вдаль. Наконец, синие маячки обрисовались в приближающуюся белую скорую. Сюда или тоже мимо? По невероятному стечению обстоятельств, с точки зрения, которую Андрей был готов уже изменить на противоположную, скорая замедлилась у дома напротив. Вышли два медика с оранжевым пластиковым саквояжем и пошли к подъезду. Водитель стал выбирать место, где припарковаться среди легковушек, брошенных жителями, которые уже давно запаслись на ближайшие дни всем необходимым. Потом подъехал в форт с полицией. Водитель скорой махнул из окна с сигаретой в сторону подъезда, и два сотрудника направились вслед врачам. Слава богу, цифровой век, соцсети. Кажется, эта курица вела стрим или просто не выключала камеру. Если еще немного повезет, будет вести стримы из хирургии. Кома. Вдруг влетело в голову, как соринка в глаз, слово, которое не обратило на себя внимания некоторое время назад. Кома. А это вариант. Подумалось снова, и пахнущая палатой, антисептиками, ватами, уколами, слово заиграло гранями своих плюсов. Убить время. Не надо тратиться. Со всех сторон экономия. Покачиваясь от двух последних литров пива, которые еще не попросились наружу, но были уже в полной готовности, Андрей двинул мышь давно уснувшего компьютера. Тот нехотя проснулся, давно не обновлявшиеся вкладки никак не хотели оживать. А потом снизу вылезло сообщение. Обновление готово к установке. Перезагрузить компьютер сейчас? Нет. Вас только еще не хватало. На улице противно ввякнула полицейская сирена. У подъезда никого не было. В любое другое время обязательно было бы две-три старушки из соседних квартир, стоящих пеньками у лавочек, собирающих подробности и версии происшедшего. Дверь подъезда отворилась и вышел человек в халате. Человек в форме с дубинками бедре поддержали дверь в широко открытом положении, пока второй врач и полицейский вынесли носилки. Андрей никогда не вникал и не старался запоминать, как и в каких случаях людей на носилках нужно заносить или выносить куда-чем вперед или назад. Но это и не понадобилось в этот раз. Видимо, носильщики тоже не особо были заморочены на этой теме, однако простыня со стороны головы была откинута. Раскоронованная королева онлайна лежала с забинтованной головой, а значит, а зачем бинтовать голову трупу, провела не последний свой стрим. Со стороны ног простыня тоже не была накинута полностью, так что приемные отделения дежурных медиков не обделили возможности взглянуть на ботфорта из туалетной бумаги и скотча. Водитель откинул портал не от ложки, носилки затолкали внутрь, и через минуту на улице опять стало пусто. Обиженное сообщение об обновлениях уползло в свою цифровую нору и там заткнулось. Поиск ожил, и на видном месте уже были и краткий список, и ссылка в Википедию. Пробежав список видов комы и прикидывая самый простой способ попасть в самую неразрушительную из них, он все же оторвался от экрана и решил перед комой избавиться от груза из светлого пастеризованного. И он отправился вниз по лестнице. Потом к остроужному дыханию в пыльном подъезде выдали в кровь столько кислорода, что голова невольно закружилась. — Все нормально, — сказал сам себе Андрей, — спокойно. Двадцать метров прямо, тридцать направо и потом обратно. Зеленые створки магазина разъехались, в истокие стопки продуктовых корзин, непривычно покосившиеся от своей тяжести, радовались редким входящим. Внутри ждали пустые лабиринты из полных полок, заваленных в основном всем тем, что в другое время не пользовалось особым спросом. Несколько видов никчемных сушек, баранок и булок, выпеченных неизвестно когда и неизвестно из чего, но неизменно со вкусом бельевой веревки. Пройдя насквозь еще один пищевой раздел с чипсами, который обычно ехидно соседствует с отделом бытовой химии, Андрей повернул налево. — Таня, ты полы уже протерла? — раздалось эхом от потолка через два-три ряда полок. — Только что! Сейчас еще сухой пройдусь! — откликнулась с таким же эхом с другой стороны. — Убирай свои корыта! Андрей взглянул себе под ноги, обернулся назад, чтобы поинтересоваться, не слишком ли за ним заметен след по мыльным разводам на полу. Следы он увидеть не успел. В глазах мелькнуло смазанное изображение то ли памперсов, то ли упаковок бумажных полотенец, потом ядовито-яркая лампа с потолка и шею пронзило молнии удара, потом боль в ноге, врезавшийся в металл полок, а потом темнота. Наверное, через несколько секунд подобие сознания вернулось к нему. В глазах и на языке было мерзко, химически кисло и жгло каким-то сантехническим утенком. — Че там у тебя? Раздалось снова уже сильно сверху, и все потухло снова. — Здравствуйте! Как вы себя чувствуете? Раздался медленный, как вытекающая сгущенка, вопрос. Из неясности и мутного дневного света выплыло изображение улиткоподобного существа в маске. Глаза на отростках из-под зеленой шапочки почти ласково изучали его взглядом сверху вниз. — Где-то я такое уже видел. Давно зашевелилась раненая мысль. Голова с этой мыслью лежала на подушке, как будто отдельно. Тело, рук, ног не чувствовалось. — Контакт. — Мультфильм «Контакт». — Она. — Почти такая же. — Лежите спокойно. Вы теперь ни в коме. Если нужно внимание и помощь, моргайте. — Год. — Год. — Год какой! — попытался сказать губами Андрей. — Две тысячи двадцать третий, как принято считать у вас. Так же протяжно-медленно начал вытекать ответ. На вашей планете произошло замещение некоторых жизненных форм. Ваш вид не пострадал, но находится на принудительной изоляции.